Это Алексей Ежак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, приветствую вас. Скажите, вот эти пять принципов, озвученных гендиректором МАГАТЭ, ну, я повторюсь, то есть АЭС это не хранилище и не база для хранения тяжелого вооружения, никаких атак ни на ЗАЭС, ни с ЗАЭС не должно быть, нельзя подвергать опасности электроснабжения самой крупной в Европе атомной станции. Смотрите, ну, в общем-то, ничего нового. И, в принципе, это все абсолютно разумные правила, которые здоровому человеку объяснять не нужно. Но почему все-таки это сейчас звучит, и почему важно сейчас акцентировать главе МАГАТЭ на этих простых принципах? Потому что с не с разумными людьми, наверное, имеем дело, да? Ну, я думаю, люди, тут проблема не в том, что они разумные и неразумные россияне, они, возможно, по-своему разумные, но они злобные. Это злой такой гений, он тоже может быть. И они пытаются контролировать эту станцию, несмотря ни на что, и используют ее как для шантажа, для остановки контрнаступления, деоккупации. Они шантажируют этим мир, что если Украина будет деоккупировать свои территории, то может что-то случиться. В общем-то, у МАГАТЭ ничего вредного вроде как не делают. Они поняли, что... Хотя, с другой стороны, где они были, где была МАГАТЭ, когда российские войска собрались у границ Украины и готовы были атаковать? И понятно, что они готовы были атаковать все и оккупировать чуть ли не всю территорию Украины. Где была МАГАТЭ, когда была оккупация Крыма, и там один из исследовательских реакторов, который номинально является украинским, россияне его оккупировали и сказали, вот мы теперь его контролируем. И делайте, что хотите, Россия его контролирует и никому ничего не должна. Вот, а теперь все-таки стало понятным, что риски высокие. МАГАТЭ, как организация международная для того, чтобы существовать дальше, она вынуждена что-то менять. Она должна показать, что она может что-то сделать. Но, по большому счету, оказалось, что кроме авторитета и политического веса ничего у МАГАТЭ нет. Они действительно... Это важно, что они смогли разместить мониторинговую миссию на станции. И все-таки поверят МАГАТЭ, а не России, когда что-то случится. Это важно, конечно. Но когда была сделана попытка заключить некий дополнительный договор, который бы обезопасил эту станцию в условиях военных действий на левом берегу Днепра, вот ничего толком не получилось. Потому что те принципы, которые представлены, это даже не попытка договора, это даже не попытка резолюции Совета безопасности. Это просто изложение неких принципов, которые большей частью являются повторением того, что уже есть в международном праве. В частности, в первом дополнительном протоколе к Женевским конвенциям, где описаны законы и обычаи войны в их современном понимании, применительно к международным конфликтам. И там, в принципе, все это написано, что нельзя превращать атомные станции в другие объекты, аналогичные, гидростанции, ну вообще, объекты, которые содержат опасные природные силы. А ядерная реакция – это опасная сила. Вот нельзя их подвергать эти, делать такие объекты, объекты МАХТАГ, нельзя делать военными базами, нельзя размещать тяжелые вооружения, все это есть. Тут единственная новость, мне кажется, хотя, может, я ошибаюсь, но, по-моему, это так. Вот эта специфичная особенность атомных станций, что они очень зависят от соединенности с электросетью, ну, с внешним источником питания для безопасности, они должны быть подключены. Вот это вот новый такой пункт, мне кажется, там в гуманитарном праве этого не прописано, там более широко сказано и не сказано конкретно. И еще в МАГАТЭ, насколько можно было понять подготовительное действие к этому заседанию СОБЕЗа, там была попытка что-то сказать про работу персонала, что обязуют, обязать стороны не подвергать давлению персонал на станции. В принципе, это, конечно же, правильно, но вот видно, что этот пункт не вошел туда. И наоборот, вошел пункт, довольно странный пункт, мне кажется, он хорошо звучит, но он странный. Там написано, что как защищать от провокаций или что-то такое. Но это явное указание на российские требования против попытки деокупировать эту станцию силами спецопераций. Требовать защищать от провокаций может только страна-хозяин этой станции, хозяин территории. Да, они таким образом хотят просто как-то легитимизировать свое присутствие, настаивая на таком. Совершенно верно, что они расставили это вооружение в машинных залах для того, чтобы защищать от провокаций. Ну вот, я бы сказал, что ничего такого особо вредного в этой попытке привлечь внимание к безопасности станции нет. Но мы видим реакцию, что и мы, и россияне остались при своих. Это означает, что и при этом не было никаких таких международных истерик, заявлений, что надо что-то делать, надо срочно что-то предпринимать. Это означает, мне кажется, что мир готов к тому, что все сыграют свою игру в рамках какого-то коридора. Россия будет пытаться держаться за эту станцию, Украина проведет такую лагерную и правильную операцию по деоккупации, так, чтобы ничего не произошло. Ну и Росатом останется в рамках рационального и не будет искусственно создавать аварийную ситуацию. Смотрите, к этим простым пяти принципам есть очень важная поправка. Она прозвучала от постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Он сказал, что сформулированной гендиректором АГАТЭРа Ф.Л. Мгроси вот эти пять принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС должны быть дополнены простым требованием. По полной демилитаризации и деоккупации станции. Абсолютно справедливая поправка, согласитесь. Это то, чего, собственно, Украина пытается добиться с момента оккупации нашей станции российскими захватчиками. Уходите оттуда, и все угрозы снимутся, все принципы безопасности и ЗАЭС, и безопасности мира заработают. Ведь правда? Да, совершенно именно так. Но вот по какой-то причине этого не получается. Я думаю, и причина основная в том, что Росатом находится под слишком существенным политическим контролем. Все-таки Росатом – это государственная структура, которая производит, в том числе обслуживает ядерное оружие российское и занимается всеми ядерными делами. Ну, в принципе, тут нет ничего такого уж плохого, что именно они обслуживают ядерное оружие. Но просто на это уже приходится обращать внимание. Что эта структура, когда она предлагает кому-то строить атомные станции, проводит обогащение, а Росатом включен в международные цепочки, создание ядерного топлива очень хорошо включен, глубоко включен, и продвигает свои проекты по всему миру – в Турции, Венгрии, кажется, в Южной Африке, то это может быть чревато. Если государство российское может принудить Росатом заниматься оккупацией чужой станции, не просто ее построить, быть причастными к производству станции и определенный час к поставкам ядерного топлива, а еще попытаться оккупировать, выполнить такое требование государства. Поэтому, конечно же, на это будет обращено внимание по результатам деоккупации, но пока что Росатом, похоже, ему у него получилось выворачиваться от станции. Да, и обстановка на ЗС продолжает ухудшаться. Двое сотрудников рассказали журналистам Sky News, что российские вражеские войска перебросили на станцию еще одно дополнительное, большое количество бронетехники и боеприпасов. Также принамеренно наносили удары по линиям электропередач, которые необходимы для безопасности станции, механизма охлаждения реакторов. Это уже, как мы сообщали, было седьмой раз. И все это приводило к тому, что на станции отключалась электроэнергия. И есть опасения, что Россия может вновь к этому прибегнуть и нарушить работу станции. Скажите, вот такое количество критических ситуаций. Ведь не зря сейчас проводят параллели с трагедией на японской станции в Фукусиме. Да? Да, конечно. Россияне подвели очень близко к этой ситуации. Просто надо, возможно, еще раз технически этот аспект напомнить. Если система охлаждения реакторов, она должна все время работать, даже если станция остановлена и заглушена выработка электричества, то все равно топливо греется, его надо охлаждать. Но если станция остановлена, то электричество для того, чтобы охлаждать, работала система охлаждения, можно объяснять только извне. Для этого станция либо должна быть подключена к внешним источникам и потреблять энергию для безопасности, либо же, если это прекращается, все линии отсекаются, надо включать дизель-генераторы на самой станции, чтобы какое-то время поддерживать систему безопасности. Что произошло на станции Фукусима? Там произошло землетрясение, в результате которого все линии электропередачи были отсечены. Если линии электропередачи отсекаются, автоматически останавливаются реакторы, потому что они не могут работать на мощность, если некуда ее отдавать. Они останавливаются. Электричество исчезает на станции вообще любое, и включаются дизель-генераторы для того, чтобы охлаждать какое-то время. А тут еще пришла волна цунами после этого землетрясения и залила эти генераторы, в результате произошла реакция. Вот что сделали россияне. Они уничтожили все линии электропередач, которые связывали станцию с Украиной, кроме одной. Они настойчиво это делали, уничтожали, стреляли, оставили только одну. И вот на этой одной линии электропередачи все висит. На них станция остановлена действительно. На одной линии висит эта система охлаждения. И россияне действительно завезли туда, как они говорят, и отчитываются, завезли туда дополнительные дизель-генераторы и дополнительное топливо. То есть они контролируют это. Они в любой момент могут создать ситуацию, что эта единственная линия отсекается. И в любой момент могут создать ситуацию, ой, что-то там произошло на станции, реакторы, что-то в них попало, и дизель-генераторы остановились. И действительно, создав такую ситуацию, там буквально сутки для того, чтобы международное сообщество среагировало, и они могут, если почувствуют, что теряют оперативный контроль над станцией, они могут создать такую аварийную ситуацию, как на Фукусиме, и сказать, если ближайший час контрнаступления украинских сил не остановится, произойдет авария. Вот, я думаю, такой план существует. МАГАТЭ пыталась гарантировать, чтобы такого не произошло. Но, к сожалению, те условия, которые были выставлены, к сожалению, ограничились только принципами. Ничего, никак подействовать на Россию нельзя, кроме этой угрозы и каких-то катастрофических санкций против Росатома по результатам таких действий. Потому что, если это произойдет, все-таки хорошо, что миссия МАГАТЭ там остается. Они, по крайней мере, могут судить о том, почему, если такое произойдет, почему это произойдет. Либо же это действительно внешнее действие, либо же это действие самого Росатома. Вот, к сожалению, ситуация такая. Я не думаю, что она уже очень критическая, но угроза такая существует. Да, видите, вы сказали, реакция МАГАТЭ ограничивается только принципами. И то, как вы отметили, даже в эти принципы по непонятным причинам не включили пункт о необходимости снятия какого-либо террора, давления на персонал станции. А, к сожалению, это все продолжается. Российские захватчики под пытками заставляют работников оккупированной ЗС подписывать контракты с Росатомом. Об этом сообщает «Энергоатом», украинская компания. Оккупанты разыскивают атомщиков, которые более года уже не подписывали трудовые договоры с фейковым АО, эксплуатирующая организация Запорожской АЭС или другим предприятием Росатома. До полномасштабной войны тут работало, я напомню, 11 тысяч человек, сейчас около 3,5 тысяч. Алексей, объясните вот эту меру. Зачем оккупанты терроризируют персонал станции, заставляя подписывать контракты? Никто не хочет там работать по своей воле? Ну, это тоже есть. Я думаю, дефицит кадров вообще есть в России из-за того, что не очень много людей сейчас гонят на оборонные предприятия и воевать с Украиной. То есть, есть, конечно, дефицит кадров. Но я думаю, не только это. Все-таки, даже с точки зрения безопасности, уже сильно отличается Запорожская станция от российских станций, потому что производились дополнительные действия уже в рамках сотрудничества Украины с МАГАТЭ, там дополнительные меры вводились. Я думаю, россияне все-таки опасаются, но так уж сильно вторгаться в работу станции, в которой они полностью не понимают, как она работает. Оперативно контролировать данный персонал, им нужен местный, который там есть. Но я думаю, есть еще один фактор. И этот фактор состоит в том, что люди, которых они заставляют подписать контракт с Росатомом, они потом боятся деоккупации. Им можно внушить, что вот придет, вернется украинская власть, вас репрессируют, бросят на подвал, они же привлечают под подвалом. Все это у них терминология работает. Пропаганда работает. И, конечно же, когда речь идет о оккупации больше уже года, то, конечно же, на психику людей это может подействовать. И тогда возникает угроза, что если идет операция с деоккупацией, то люди будут бежать, или они создадут такие условия, что люди сами уезжают, эвакуируются, и станция действительно оказывается максимально уязвимой. И дальше вот этот обычный тезис. Надо срочно остановить операцию по деоккупации украинских территорий. Украина должна начать переговоры и согласиться с российскими требованиями. Ну вот, я думаю, в том числе и для этого. Люди решают все. Для России сейчас люди – это новая нефть. Да. Так, хорошая новость. Украина начала сотрудничество с американской компанией Вестингхаус для изготовления ядерного топлива, которое сможет заменить топливо российского производства для реакторов. Об этом накануне заявил наш министр энергетики Герман Галущенко. Вот что он сказал, короткая цитата, «Так мы уничтожим монополию Росатома в Европе». Также, по словам нашего министра, некоторые страны уже начали отказываться от сотрудничества в ядерной отрасли с государством-террористом России, но стоит разработать комплексную программу сворачивания такого сотрудничества с Росатомом. Скажите, Алексей, вот это, наверное, самые действенные санкции против Росатома сейчас, когда Украина просто предложит альтернативу миру. Покупайте ядерное топливо у нас, а не у террористической России. Так ведь? Ну, это тоже. К сожалению, у Росатома больше доходов, чем просто окончательная фабрикация ядерного топлива. Ну, тут просто надо пояснить, в чем фокус именно этого нового сотрудничества. В принципе, и на Запорожской станции там уже есть топливо в Синхаус. Программа была начата давно. Но в Украине два типа реакторов. В основном это ВВР-1000, как на Запорожской станции. Но есть еще там несколько реакторов. ВВР-440, кажется. Ну, это мощность. Сколько там мегаватт? Тысяч мегаватт. Так вот, такие реакторы, которые вот сейчас речь идет о том, чтобы топливо создавать для вот этих меньшей мощности реакторов. Именно такие реакторы в Европе. И если начнется создание, будет отработано топливо для этих реакторов, которые есть в Украине, это означает, что для Восточной Европы тоже это топливо может быть эффективным. То есть его отработать на Украине. И потом, в течение трех лет, сколько идет цикл полной замены топлива на реакторах, постепенно-постепенно будут заменяться. К сожалению, у Росатома есть и другие способы доходов. Он, к сожалению, очень глубоко вовлечен и в обогащение урана для других стран, в создании ядренного топлива. Но в принципе, конечно же, это очень мощный сигнал, когда доходы от поставок конечного топлива самим Росатомом, они будут падать. Будут падать, и это будет важный сигнал тому, что в какой-то момент, в любой момент, через какое-то время, скажем, года через три, санкции против Росатома будут вести очень легко, если какие-то рецидивы в российской политике снова возникнут, такой агрессивной. Да. В Литве сейчас бьют тревогу из-за работы БелАЭС, Белорусская АЭС, станция расположена всего в 50 километрах от литовской столицы, имеет ряд проблем с безопасностью. Так, Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики отправила в белорусское МЧС уведомление о необходимости остановить два энергетических блока атомной электростанции в Островце. Также просит Беларусь прокомментировать новости, слухи о загрязнении, контура системы охлаждения реактора на втором энергоблоке некими органическими веществами. И указывается, что первый энергоблок еще более опасен, поскольку он выбрасывает радионуклиды. Что вы думаете об этой сложившейся ситуации? И она могла бы быть искусственно созданной преступным белорусским режимом? Я не следил за этой ситуацией, но это совершенно логично предположить, что Беларусь в результате опасной политики маневрирования разных игр с Россией, в том числе и вокруг ядерного оружия, Беларусь постепенно оказывается в зоне нестабильности. Она погружается в эту новую нестабильность. Если с Россией что-то случится, Беларусь еще более окажется подверженной этой тренду нестабильности, в условиях нестабильности, конечно же, безопасность всех ядерных объектов должна быть упреждающе повышена. И все соседние страны по поводу этого существуют достаточно четкие положения в международном праве, имеют право требовать большей прозрачности и каких-то подтверждений безопасности. Поэтому то, что делает Литва, она совершенно имеет право делать, требовать от Беларуси доказательств того, что станция безопасна и все там хорошо. В принципе, можно ставить вопрос через какое-то время о том, чтобы там тоже создать миссию МАГАТЭ, дополнительные инспекции провести, чтобы не было действительно повторения такой ситуации, какая существует сейчас с запорожской станцией, когда она используется для шантажа мира. То есть пока трудно сказать, делает ли Россия какие-то действия опасные на этой станции уже, потому что оперативный контроль, ну, он станции, я не скажу, насколько этот оперативный контроль полный, но контроль со стороны России достаточно глубокий над этой станцией, она новая, в Беларуси нет опыта, поэтому понятно, что Россия осуществляет основные операции, ее персонал, ее специалисты. Но абсолютно правильно предположить и разумно предположить, что Россия будет делать такие же опасные действия, как она сейчас делает на запорожской станции, если она будет ощущать, что, ну, проигрывает войну. И такие гибридные действия могут быть там осуществлены, поэтому, конечно же, надо за этим следить и поддерживать эти требования Литвы относительно доказательств безопасности этой станции. Да. Слушай, Алексей, спасибо за эти разъяснения и комментарии. Напоминая зрителям, в нашем эфире был Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований. Продолжение следует...